МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Национальной литературной премии «Большая книга» и Елена Шубина, главный редактор редакции Елены Шубина, издательства АСС, член жюри премии «Большая книга». Здравствуйте. Здравствуйте. Хотелось бы, наверное, начать с того, что такое проект «Большая книга. Встреча в провинции». Скажите несколько слов об этом. Ну, во-первых, сама премия «Большая книга» это действительно самая большая премия со всех точек зрения, просто по охвату литературных жанров, вообще по престижности, даже, так я бы сказала. Это премия за лучшие произведения последнего года в области прозы. В прозу входят и мемуары, и биографии, и нон-фикшн. В этом ее принципиальное отличие от многих других премий. И так как одна из задач этой премии – ближе знакомиться с читателями, с библиотекарями, с книгопродавцами, то вот проект «Большая книга в провинции» ради этого и задуман. Мы очень много ездим по стране нашей большой и замечательной, представляем писателей, рассказываем о книгах, вот устраиваем такое, можно сказать, шоу, привлекая внимание. А в каких городах были ведь проекты с 2008 года? Ну, это просто даже если начать перечислять, очень сложно. Но если бы иметь в виду вот ближе сюда, так географически, это там Барнаул, Убийск, Сростки, это Оренбург, это Иркутск, это… ну вот сейчас вот мы приехали в Владивосток, мы просто счастливы. По городам, по Волжье. Ну, в общем, охват огромный. Роман, хотелось бы у вас спросить, вот вы работали больше 10 лет в газете «Литературная Россия», а как именно на литератора влияет журналистика? Она мешает или помогает? В чем-то она, конечно, помогает. Находишься в таком информационном поле, всем интересуешься. Ну, у нас «Литературная Россия» – это не совсем журналистика, ну, это такая… такой еженедельник о книгах, о новых произведениях. И самое важное, что там основные авторы – это сами писатели. Вот сами прозаики, поэты, критики, которые выступают со статьями, с очерками на разные темы. Ну, в какой-то момент мне это стало мешать, я увидел, что в моей прозе все больше и больше публицистики, вот таких лобовых высказываний. Ну, и в конце концов я решил, что десяти лет хватит. Сейчас у меня некоторый перерыв в этом деле. А сейчас вы уже ничего, да, не пишете? Нет, пишу время от времени. Те книги, которые меня интересуют, со знаком плюс или со знаком минус, я вот стараюсь на них отзываться. Ну, в России вообще тоже писатель, он не только просто автор художественных произведений, литератор в широком смысле слова, это традиционная литература, эсэистика писательская, это один из самых таких интересных жанров. У вас же есть еще издательство свое на одном из форумов? Есть такая издательская платформа «Редеро», там она была создана для того, чтобы сами авторы напрямую печатали свои книги. Но это не совсем правильно, потому что должен быть редактор, должен быть корректор, должен быть, по крайней мере, чей-то такой взгляд стороннего человека по пути от писателя к читателю. Вот. И когда мне предложили сделать вот такой импринт, это называется, ну, типа издательства, что-то такое, я согласился, и вышло несколько книг, вот, ну, тех книг, которые я считаю очень важными, но которых или нет в продаже, или они, ну, то есть они были когда-то в продаже, и сейчас их не найти днем с огнем, или новые вещи, которые, ну, по каким-то причинам не принимали в каких-то других издательствах. Или они просто не доползли до большого издательства. Это очень такая новая технология, книга на заказ. Человек любой может написать, заказать книгу. Там стоят специальные аппараты, которые печатают один экземпляр и отсылают читателям. Ну, пока это все в самом начале, не знаю, к чему это все приведет, но дело интересное. Ваше издательство называется «Выбор Сенчина». А что же выбирает Роман Сенчин? Какие-то, может быть, рекомендации можете дать? Ну, лучше заглянуть в интернете на вот эту страницу. Там есть несколько авторов, которых я вот сейчас рекомендую. Елена Даниловна, а как обстоят у нас дела сейчас с писателями? Как им стать популярными? Как продать и рассказать о своей книге? Ну, как продать и рассказать, и как стать популярными, это в каком-то смысле задача, скорее, не писателя, а издателя. Во-первых, вот то, о чем рассказал Роман, я этому только радуюсь, когда действительно пишущий человек может заявить о себе и таким образом. Потому что, выбирая книги, находясь в постоянном контакте с писателями, тем не менее, я еще мониторю все, что происходит вокруг. И то, что там, допустим, публикуют в Редеро, я не исключаю, что я просто сама могу этим заинтересоваться и позвонить этому человеку, предложить. Так что спасибо, Роман. Там права неэксклюзивные. Правда, я понимаю. Тем более, что уже сейчас, по сути дела, у нас получился такой тандем. Вот недавно была еще такая премия лицей, исключительно для молодых писателей. От 15, страшно сказать, до 35 лет. И победителей 6 человек. Вот их книги вышли сначала в Редеро. Несколько экземпляров. Несколько экземпляров. А потом вот мы их опубликовали уже в едином таком красивом, правильно изданном сборнике и так далее, и так далее. Вот. Ну а как стать популярными, это действительно больше наша задача. Самое главное, чтобы когда книга выходила, вот не допустить, вот буквально не допустить, но чтобы она стала невидимкой. То есть вот книга вышла, там ее отправили в магазин, все, мы забыли. Вот это ни в коем случае. Это каждый издатель должен вести книгу, когда она вышла, не забывать о нее и ближайшие месяцы, и полгода, и год, привлекать к ней внимание, работать с журналистами, с интернетом. И, кстати, вот повод, по которому мы сегодня пришли, премии литературные, это такой один из, ну, таких серьезных навигаторов в пробуждении такого интереса к литературе. Потому что даже когда начинают печатать в прессе, в интернете вывешивать так называемые лонглисты, то есть те книги, которые на первой стадии отобрали, чтобы дальше из них выбирать уже финалистов, шорт-листы победителей, это уже, вот магазины уже привыкли, что они ориентируются на эти имена, смотрят на эти имена, многие делают выкладки специальные, библиотекари тоже обращают на это внимание, так что вот так. Да, и сейчас я заметила уже, приходишь в книжный магазин или в библиотеку, и там даже есть отдельная полка, где написано, что это книги от большой книги. То есть главное привлекать внимание, писать и рассказывать городу и миру, что вот вышла такая-то книга. Поинтересуйтесь. Вы сказали про премию лицея, что от 15 до 35 лет. А правда, что юный писатель в 15 может составить конкуренцию писателя в 35? Ну, вы знаете, тут как, ну 15 лет, конечно, это вообще круто на начало такого срока, но тем не менее он может написать, и тоже вот люди, прочитав, там те люди, которые читают, экспертный совет состоит из профессионалов в любой премии. Даже если они просто скажут там, увидят у него способности, как-то начнут не выпускать из виду этого человека, то не обязательно он будет победитель, но это просто как некая такая литературная консультация. Это уже немало. А что касается, может ли победитель, то есть может ли составить конкуренцию, ну, не будем говорить про 15 лет, но давайте вспомним два великих романа, которые были написаны 27 лет. Это герой нашего времени, Буденброки Томаса Манна. Пожалуйста, 27 лет. В премии дебют не раз побеждали те, кому там 19, 20, 21 год. Да, еще премия дебют такая есть, да. Роман, а может быть вы вспомните, во сколько вы первые строки какие-то стали писать? Это было в детстве, вместо того, чтобы делать домашние задания, я в основном сидел и что-то такое сочинял. Это было стихотворение или проза? Нет, проза, проза. Ну и спустя больше 10 лет я дошел до того, что решил это отнести в редакцию маленькой газеты в городе Минусинске, это на юге Сибири. Вот там эти рассказы напечатали, и вот так я покатился по этому полю. Да. Вот вы сейчас сказали, что вы писали вместо того, чтобы делать уроки. У меня вот такой вопрос, а кто скорее станет писателем, хорошим писателем? Такой самоучка-раздолбай или прилежный ученик литературного института? Вот у нас среди отличников в литературном институте никто не стал заметным литератором. Они ушли в редакторы, ушли на телевидение, а вот такие вот, ну не совсем раздолбай, раздолбаев отчислили на первом и втором курсе. В основном это касается поэтов, всех талантливых поэтов в общем из литературного института как-то они уходят, они не такие дисциплинированные. Ну, те, кто и учился, ну не особо налегал на учебу, те вот сейчас работают, пишут. То есть все-таки писателю нужна свобода, да? Не полная, но... Нужна какой-то образ жизни? До некоторой степени. Писателю нужно, прежде всего, нужен талант, потому что мы часто, вот действительно литература самая такой демократическая, что ли, да, демократическая часть, что ли, искусства, но иногда вот забывают о том, что художник, вот талант к живописи, да, музыкант обязательно там, не просто слух, а талант. Но литература это тоже талант, это дар слова, поэтому, конечно, литературный институт, известная практика, какие-то консультации, все это может помочь. Есть своя техника в литературе, скажем, умение написать там сонет или как строить роман, все это так. Но прежде всего это талант, и если он совсем небольшой, ну может быть так человек и будет жить с небольшим, если его совсем нет, то литературный институт ему даст какое-то общее образование, видимо, неплохое все. Но начинать надо с таланта, ведь правда? Ну прямо писать там не учат в литературе, там помогают, стимулируют занятия литературой. Да, вопрос, кстати, можно ли научить писать? Все-таки, наверное, можно дать приемы, да, но талант, значит, должен писать. Говорят, Александр Дюма-старший научил Дюма-младшего писать, но тот написал даму с камелиями еще немножко и бросил это дело. В общем, ему не хотелось этим заниматься, и он не занимался. Если мы вернемся немного к вопросу об издательствах, то хотелось бы, Елена Даниловна, у вас спросить. Вот вы выделили редакцию «Русская современная проза» в отдельный бренд, и сейчас есть редакция Елены Шубиной. Она появилась пять лет назад. Расскажите, пожалуйста, про это. Ну, не совсем пять лет назад. Я бы сказала так, что то, чем я занимаюсь, то есть русская такая проза, неразвлекательная, то, что называют, качественная проза, высокая проза, русские там биографии, мемуары и так далее, это получилось так, что я занимаюсь этим очень давно, и круг авторов у меня свой, можно сказать так, хотя он все время еще меняется и прибавляется. В какой-то определенный момент вот именно это направление стали просто ассоциировать с моим именем. Это стало проще даже просто в книжных магазинах, реализатора там и так далее. И это была я, редакция Елены Шубиной, это часть большого, очень большого холдинга АСТ, который существует по принципу импринтов, в котором, в общем-то, у каждой почти редакции какое-то свое направление. Так как то, чем я занимаюсь очень много, повторюсь, именно с моим именем, то мне это просто предложили в рамках моего холдинга, и это работает. Это действительно реально работает. Ну, у нас же был издатель Сытин, к примеру, почему нет, или Краевский. Сейчас Тублин есть. Сейчас Тублин есть. Да, и сейчас есть издательство Тублин, есть издательство Ольги Морозовой. То есть это так вот нормальные названия, скорее даже, которые имеют такой практический смысл. Вот эти люди занимаются тем-то, скажем, вот так. А это можно сказать, что это уже тенденция, то есть авторские такие редакции? Ну, это не тенденции, на самом деле мы что-то назвали, но это не так много, но может быть и так, к примеру. Скажите, а как выстраиваются отношения между издательствами, издателями и авторами? То есть как-то они дружат, или, не знаю, это может происходить на расстоянии, то есть автор может, живя в Владивостоке, издаваться в московском издательстве? А живя в Владивостоке или где-то еще далеко, запросто, конечно, он может издаваться, как, собственно говоря, вот у вас есть в Владивостоке замечательный писатель Василий Авченко, которого я издавала. Вот, пожалуйста, он живет в Владивостоке, и до этого я его видела один-единственный раз в жизни. Вот теперь уже познакомилась здесь, когда приезжала. При наличии сейчас тех, тех, коммуникаций, там интернета и так далее, я получаю текст, ну, предположим, если автор живет не рядом, не в Москве, я получаю текст, я его оцениваю, и если мне это интересно, то я вступаю в контакт с автором. Редактору тоже можно делать по интернету, потому что сейчас можно редактировать все в режиме таком техническом, да, посылать автору. То есть это абсолютно не является препятствием. Другое дело, что когда автор живет рядом, ну, есть как бы все-таки такой какой-то чисто человеческий, что ли, контакт, когда, как вот раньше, голова к голове, то, что называется, занимались редакторой рук, всего сидит автор, вот это вот. В режиме онлайн тоже там или по скайпу что-то можно объяснить. Но когда возможно работать вот так вот реально, плечом к плечу, это мне лично даже интереснее, пожалуй. Но это ничему не мешает. У нас очень много авторов, которые живут не в Москве, и с ними происходит встреча только так, по необходимости. Спасибо большое. Мы сейчас должны сделать небольшую паузу. Мы уйдем на короткую рекламу, а после продолжим наш разговор. Оставайтесь с нами. А мы продолжаем говорить о процессах в современной русской литературе. Лена Даниловна, мы как раз остановились на взаимоотношениях издательств, издателей и писателей. Может быть, еще мы про это можем рассказать? Ну, что касается издателей и писателей, редакторов и писателей, то тут нужно очень правильно действительно выстраивать отношения. Я такие выдаю тайны, хотя вот автор сидит рядом. Конечно, должно быть ощущение команды, что редактор, если он взял рукопись, он заинтересован в этой рукописи, в этом тексте, он его полюбил. И если автор это чувствует, то какие-то вопросы, замечания, я не люблю словно, какие-то предложения по тексту, в общем, это принимается нормально, потому что редактор заинтересован в этой книге. Он в ней живет почти так же, как автор. Вот это вот очень принципиально важно, чтобы это было, это ощущение. Но так работа бывает разная, бывает очень большая, с большими предложениями, сокращениями. Такое тоже бывает, такое перестраивание композиции. А так, ну, это так вот, ну, консультант такой для рукописи, да, такой очень с большой степенью доверия. А что касается отношений между издателями, то, конечно, мы коллеги, и, конечно, мы очень хорошо чувствуем и понимаем друг друга. Ну, и, конечно, это очень такой конкурентная профессия, конкурентный бизнес. И у каждого почти издателя есть такой момент, когда, скажем, он понимает, что он отказался от книги и ошибся, или просто не обратил внимания на какую-то книгу. Она вышла в другом издательстве, и дальше прям по-булгаковски. Там у него «О, как я угадал», а тут напротив «О, как я не угадал». Такое есть в жизни любого, даже самого опытного издателя. У меня тоже есть такие моменты в жизни. Вот так. Скажите, а наших авторов переводят, например, на китайский или японский языки? Ведь Владивосток, да, он сосед для Азии. И вот, насколько я знаю, романы как раз вот на этот язык китайский переводили. На китайский, да, роман Елтышевый, сейчас переводят в «Зону затопления». На китайский, по-моему, очень много сейчас переводят. Да. У них, по-моему, целая программа, насколько я знаю. Целая программа. Там даже, кажется, есть такая общая серия 100 русских романов, которые при участии России затеяны. Вообще, постоянные контакты с китайскими коллегами. И на книжные ярмарки китайские мы ездим. И даже я выпускала вот несколько лет назад, вместе с издательством «Народная литература», сборник перевода русской прозы, короткой прозы на китайский язык. Это презентовалось на ярмарке и пользовалось большим успехом. Роман Валерьевич, а на какие языки еще переводили ваши произведения? Какие это были произведения? И, может быть, вы еще можете рассказать о вашем опыте путешествий? Может быть, как к вам, как к писателю, к русскому писателю относились в других странах? В основном переводили роман Елтышевый. Он так довольно сильно прозвучал. И на польский язык, и на французский, и на финский, и на голландский, и на шведский, и на хинди. Я сначала даже как-то встревожился, потому что там довольно мрачно показана Россия. Я подумал, что они за рубежом-то любят, когда Россию очерняют. А когда стал бывать на презентации этих книг в Финляндии, в Швейцарии, в Китае, то узнал, что там происходят истории, подобные Елтышевым. Семья, которая попала в беду и, в общем, физически вымерла. И оказывается, что такое происходит и в Финляндии, и в Китае, и в Швейцарии. В Швейцарии там все отлажено, все эти соцзащиты и так далее, и так далее. Но получается, что люди, попавшие в беду, они, как правило, остаются один на один. Они в себе замыкаются и не выдерживают многие из них борьбы за существование. А в этом история не столько социальная, сколько, наверное, экзистенциальная. Может быть, поэтому эта книга и привлекла столь много переводов. Да, она и в России была очень-очень популярна. Вот недавно мы ее переиздали, сколько лет? Пять назад она вышла, Айман, да? В 2010-м, да. А, даже уже больше, семь лет. Вот сейчас мы ее снова переиздали. Про путешествия? Да, езжу довольно много, но все это короткие поездки, как правило. И что-то понять очень сложно. Почти как спортсмены, которые приезжают, так выступят, проведут и обратно. Больше всего, конечно, впечатлений сюжетов рождается, если ты где-то хотя бы на месяц оказался. Тогда уже можно что-то... Но бывают какие-то ситуации, которые потом всплывают и становятся сюжетами или эпизодами каких-то вещей. Это все-таки полезно, и встречи с читателями полезны. Их не должно быть очень много, но периодически нужно сталкиваться лицом к лицу с читателями. А какие вопросы задают обычно на встречах писателям? У вас что, например, чаще всего спрашивают? Ну, если люди читали, то они по тексту довольно часто спорят, что-то пытаются уточнить. А если не читали, то так как-то... Общие вопросы. Я бы так сказала, что так как у нас глубоко в сознании сидит, что и поэт в России больше, как поэт, и писатель, инженер человеческих душ, что вот на моем опыте, когда я встречаюсь с библиотекарями вместе с писателями, то если читали книги хорошо, но пометуя вот это, задают просто даже какие-то личные вопросы. А как вы считаете? И так далее. Какие-то личные моменты. Потому что писатель, если он сотворил свой такой вот мир, где живут и участвуют люди, то такое предположение, что он может на любой частный вопрос и даже личный ответить. Отчасти это и так, потому что опыт все-таки такой литературный. Это же опыт еще и человеческий. Вот к вопросу о человеческом опыте. Ваши книги, ну у них жесткие темы достаточно поднимаются, и ваши книги – это реализм. Откуда вы берете темы для этих книг? То есть вы просто наблюдаете за жизнью? Или как это рождается? Ну, к сожалению... То, что вас тревожит? Сюжеты берутся из жизни, да. Выдумывать историю подобную Елтышевым и многим другим моим повестям и рассказам, как-то это даже кощунственно выдумывать это из головы. Ну, к сожалению, сама жизнь мне преподносит такие вот сюжеты, как правило, очень невеселые. Но вообще литература – это так. В литературе мало произведений каких-то радостных, легких. Вот, а в основном литература поднимает какие-то сложные вопросы, проблемы, пытается кого-то предостеречь, открыть глаза. Ну, такая традиция, по-моему, у нас. А можно несколько слов о том, какие тенденции, возможно, сейчас в русской, в современной литературе происходят? Какие темы сейчас актуальны? Что больше хотят читать? Что покупают? Ну, мне на этот вопрос ответить легко, потому что действительно какую-то такую аналитику я провожу сама для себя, и на встрече с читателями, и потом как-то мы в издательстве смотрим там по продажам, по интересу и так далее. Мне кажется, сейчас самая главная такая тенденция – это желание такого вот семейного, хорошего семейного романа. Это действительно очень мало сейчас. Рассказывается, когда семейная история, начиная там с времен от бабушек, дедушек, иногда прабабушек, но обязательно и с современным контекстом тоже. Вот это, вот это хотят читать, это просят. То есть, например, там роман Марины Степновой «Женщины Лазаря», возвращаясь к премии «Большая книга», который получил третью премию «Большая книга», это вот именно такая история семьи, рассказанная с такими большими подробностями, нюансами. То есть, история семьи и за ней, конечно, история страны. Это первое. Второе. По-прежнему, вот все последние годы у нас и за рубежом, очень, конечно, интересуются мемуарами такой литературы и нон-фикшн. Я имею в виду, под мемуарами прежде всего не какие-то эти откровения, там шоу-бизнеса или что-то, вот тоже мемуары, в которых тоже есть вообще история страны. Удивительный эффект несколько лет назад книги Лильяны Лунгиной «Подстрочник» вот просто подтвердил как-то эту тенденцию. Ну, вообще, на самом деле, читатели такое понятие консервативное, кто вот любит, допустим, фэнтези, фантастику, то они, как правило, живут вот в этом мире, это как бы такая своего рода секта, что ли. Поэтому они существуют всегда отдельно. Вчера любили Стругацких, сегодня любят Глуховского, вот это вот как-то так. Ну, вот примерно так. Да, я согласен. Елена Даниловна, Роман Валерьевич, большое спасибо, что вы пришли сегодня. И, честно, мне бы очень не хотелось заканчивать разговор, но, к сожалению, наше время подошло к концу. Вот, большое спасибо вам. Спасибо большое вам. Спасибо. Очень было интересно. Спасибо. Спасибо. Я напоминаю, это была программа «Время говорить». В студии работала Ольга Продана. Увидимся на восьмом. Ольга Продана. Увидимся на восьмом. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok